День космонавтов Сильд и отправились в космос Это сценарий фильма, который мы там будем снимать Мы его не забыли Это важно Будем учить А как насчет таких кадров для фильма? Эти прикосновения и поцелуи через стекло красноречивые В первой актрисе-космонавт в мире остается прежде всего мамой Жестами пытается выяснить, успели ли дочке позавтракать И отчетливо дает понять, расслабляться без нее Сколько людей здесь сегодня И это еще не все, а большинство ждут на улице Так что даже семья командира Антона Шкаф Ну, снотворная обычно Чтобы разрядить атмосферу, много шутили И на прощание все-таки произнесли самые сокровенные слова Я вас люблю Сегодня здесь все немного напоминает кинопремьеру Пока одни рабочие Самого необычного экипажа в истории Эффектный выход в скафандрах И красная дорожка не нужна Их долго не отпускали, словно рок-звезд Но в космонавтике все расписано по минутам Так что эту задержку заранее предусмотрели И близкие отправились занимать Лучшие места на трибунах Наблюдательный пункт находится в 2,5 километрах от стартовой площадки Вот такой ракету «Союз» мы видим отсюда 2,5 километра – это минимальное безопасное расстояние Ближе находится только полная площадка Дочь Юлии Пересильд Ани следит, чтобы жена Клима Шипенко Софья Успела занять место За время подготовки к этой космической киноэкспедиции Семьи экипажа и между собой стали родными И вот он тот самый момент Обратный отчет на трибунах ведут все вместе Восемнадцать, семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, четырнадцать Не до мурашек, до слез Это не из-за того, что страшно Плакала из-за того, что просто в шоке Ну не может быть, ну не могу я себя представлять Но сегодня особенно остро ощущалось, будто в топливе, помимо жидкого кислорода и горючего Был еще один компонент, который поднимал ракету ввысь Это любовь близких Мама Клима Шипенко даже не могла сидеть Удачи, сынок А командир докладывает Суб Москвы, я Строй-1, самочувствие экипажа хорошее, все работает штатно Это неожиданно, я никогда не видела, конечно, когда в космос улетает Ну... А не было страшно, когда ракета полетела? Ну да, было немного Успокоюсь точно, это прям... Конечно, радовалась и семья Антона Шкаплерова Ведь неважно, какой полет по счету Они всегда молятся, чтобы космос принял Впрочем, как может быть иначе с таким позывным? Астрей! Это давний позывной самого командира, который он подарил И увидели то, что существовал такой титан, который держал небо И звали его Астрей В общем, это и вдохновило папу на такой позывной Для нас все они герои И сегодняшний полет это не только о кино И об ускоренной подготовке непрофессиональных... ...только мечтают Первым переходит командир корабля Антош Шкаплеров Первый канал, Байконур Мы внимательно следим за историческим космическим полетом на МКС И обязательно еще раз скажем о нем в нашей программе Пока к другим темам дня Субтитры создавал DimaTorzok